сегодня исключительно неожиданный обзор у меня на тесте sony a 99 2 эта камера которая сейчас стоит на штативе и снимает меня попала она ко мне в руки более чем случайно это не не козни компании sony просто один из моих подписчиков позвонил и сказал иван вы знаете я купил я хочу чтобы вы сделали обзор вот быстрее чем это сделают на западе или здесь в россии камера попала ко мне ненадолго но благодаря тому что первое 99 было мои личные камеры я довольно быстро могу понять что изменилось в какую сторону уже проделана огромная работа еще большая работа впереди пока я не верну камеру ее законному владельцу и так сейчас камера на штативе она работает в режиме следящей фокусировки а вы знаете что в этой камере главный камень преткновения о котором знают все и которые все больше всего обсуждают это невозможность включения следящие фокусировки в режиме съемки видео при ручных настройках выдержки диафрагмы вы можете об этом почитать почему это происходит получается так что если у вас режим п у вас работает автофокус если у вас режим а с или м автофокус в режиме съемки видео у вас не работает почему я об этом так подробно говорю потому что меня это беспокоит так как я снимаю обзоры эта камера мне очень нравится и конкретно сейчас я отсматриваю как работает следить следящая фокусировка как работает экспозиция и как камера ведет себя вот в этом вот ограниченном режиме то есть сейчас режим п и следящий автофокус посмотрим на что это будет похоже давайте я покручу камеру в руках расскажу вам что изменилось и что интересного я нашел значит про внешний вид я думаю что вы уже все начитали что она стала меньше чем оригинальная 99 я побаивался немножко этого явления но за счет того что камера видимо содержит в себе больше железа нет ощущения что она очень сильно уменьшилась ну скажем так не комфортно маленькой она не стала есть по-прежнему ощущение того что держишь в руках хорошую железяку камень преткновения это джойстик о нем писали что он острый он правда острый но в моем случае ситуация оказалась еще хуже он оказался бракованный то есть когда мы пытаемся перемещаться по меню в этой камере но неважно по меню мы перемещаемся или почему-либо другому у нас джойстик смотрите я нажимаю джойстик не срабатывает нажимаю вниз то есть если я это буду вращать при помощи переднего колесика все срабатывает при помощи джойстика вот он и наверх не хочет и вниз не хочешь я надавлю посильнее вот переключился наверх переключился вниз не переключается раз переключился вправо влево тоже переключается не очень хорошо то есть видимо просто сам по себе джойстик бракованный обращайте на это внимание это конечно же чрезвычайно неприятно то есть и вот его резкие грани это правда они правда неудобные я видел несколько джойстиков sony на sony a77 1 на sony a99 1 и здесь на a77 был самый удобный джойстик вот по моим ощущениям на 99 он был очень неуверенный на первой версии такой округлый им было трудно пользоваться здесь он наверное нечто среднее им удобнее нажимать заходя куда-то во внутрь меню то есть внутреннее нажатие удобней а в бог действительно он немножко режет палец ну это в конце концов не смертельно главное чтобы он банально нормально работу в остальном эргономика камеры по моим ощущениям я не заметил чтоб что-нибудь изменилось все осталось также и очень хороший хват замечательный дисплей мною любимый по которому я очень сильно скучал так что по эргономике я особо ничего добавить не могу возможно другие тестеры а вот нашел нашел мне не очень понравилась кнопочка включения она видите она очень такая плоская очень утопленная то есть зацепиться вот за эту штучку вот хватаешь камеру и хочешь включить и в общем-то палец довольно легко по ней проскальзывает хотелось бы чтобы можно было за нее но какая-то она была чуть чуть более не знаю резиновая но включить ее наверное нужно приноровиться но вот очень глубоко этот рычажок утоплен в корпус что еще что еще что еще вот с этим вот на колесиком которому добавили здесь еще функции со щелчком без щелчка еще чего-то я не успел разобраться об этом вы почитаете отдельно ну и в принципе по эргономике кроме джойстика и изменения размера я наверно не добавлю ничего хочу сказать про видоискатель знаете учитывая что я год снимаю на asms 2 я могу сказать что видоискатель мне понравился чуть меньше чем на asms он по качеству такой же но в момент когда ты зажимаешь кнопку фокусировки вот и зажал кнопочку у тебя заблокировался фокус возникает такая как будто бы рябь небольшая между элементами пространства между ветками деревьев кнопочку отпускаешь рябь пропадает кнопочку нажимаешь небольшая рябь появляется не могу сказать что меня это сильно напрягает то есть она не она не критичная но просто например в линейке a7 ее нет а в 99 второй версии она есть про первую честно говоря уже не помню я нашел очень интересный баг в камере выглядит он следующим образом когда мы фокусируемся на объект достаточно хорошо освещенный то есть на половинку нажимаем кнопочку спусковую у нас происходит фокусировка идет подтверждение звукового сигнала и ну штатная работа то есть все как бы нормально кнопочка работает штатно если мы переводим объектив на объект с недостаточной освещенностью вот например мы выберем нижнюю часть стола сейчас фокусируемся на нее вот под столом например сейчас что мы можем выбрать у нас практически мгновенно или даже сама собой происходит съемка то есть мне не зажать кнопку я только начинаю фокусироваться и он сразу сам снимает то есть вот этого половинного нажатия не происходит я только начинаю кнопочку поджимать он еще не закончив фокусироваться срам сам производит съемку я фактически не могу это контролировать еще раз показываю на освещенный предмет наводится и у кнопки большой ход я еще могу ее понажимать и съемка не происходит я глубоко и и вдавливаю и съемки нет она вожусь на предмет недостаточно освещенный и происходит съемка сама собой то есть кнопка кнопка я уже не могу нажать глубже она даже срабатывает скажем так сама собой без без моего участия это в случае если я фокусируюсь на предмет с недостаточной освещенностью я просто кота снимал у меня постоянно снимался сам собой он черный а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Последний мне попался навстречу мчащийся велосипедист, и вот я условно поснимал его по мере приближения к себе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я постарался в этом обзоре не докучать вам собственными размышлениями, а представить на ваш суд те факты в виде фрагментов видеозаписей, либо серийной съемки, либо фотографий, либо других вещей, которые я нашел в этой камере, чтобы вы сами делали свои умозаключения. Но все-таки в конце я хочу высказать свои собственные наблюдения, что я заметил из-за того, что я не успел отразить в ходе видеообзора. Качество съемки видео. Всем интересно, насколько оно лучше, хуже, чем, например, та же A7R2, A7S2. Я скажу так, что оно другое. Вот если вы внимательно посмотрите начало этого обзора, там, где я с вами здороваюсь, и это видео снято на A99.2, у меня ощущение, что оно по цвету картинки красивше. Ну, такой, как бы, очень презентабельный цвет, но по фактуре ощущение, что оно чуть мягче, как будто бы чуть-чуть более плавное. Кому-то это может понравиться, кто-то скажет, что оно чуть более мыльное, но вот A7S и A7S2 дают такое очень вырезанное, прям резцом по мрамору изображение, прям такое безальтернативное. А здесь ощущение, что оно чуть мягче. Может быть, из-за того, что полупрозрачное зеркало, я не знаю. Скорее всего, из-за того, что много мегапикселей и все-таки не попиксельное считывание в момент видеосъемки. Но оно чуть мягче. Это не плохо, оно просто чуть-чуть другое. Я доехал до магазина Яркий мир, подержал в руках другую A99.2, все в порядке у нее с джойстиком, все прекрасно работает. Я даже скажу, что он меня ничем в той камере не смутил. Мне с ним удобно. Что он острый, ничего. Я мужик, я потерплю. Что касается чувствительности кнопки спуска при невысокой освещенности, там та же самая история. При невысокой освещенности она становится чувствительней. Не знаю, что это, не знаю, почему. Возможно, так задумывалось. Вот понятия не имею. Так, буфер памяти. Буфер памяти в камере стал гигантским, когда вы забиваете его рамами. Я заметил следующее, что, во-первых, камера не виснет. То есть у вас при этом работает меню, у вас при этом работает просмотр. Вы нажимаете просмотр и прямо видите, сколько у вас кадров еще не записалось в память. 15, 14, 13, 12. Быстро-быстро-быстро забегают. И все это время вы можете снимать. То есть даже тогда, когда вы забили буфер полностью, вам доступно меню. И буквально через 2-3 секунды вы уже снова можете делать серии по 3-4 рава. То есть в сравнении с многими другими камерами и в сравнении с предыдущими камерами Sony, конечно же, буфер они сделали просто шикарный. И если первое, 99-ое, это был образец тормознутости меню, то есть ты нажимаешь play и ждешь секунды-две, пока у тебя начнет проигрываться видео. Я себе серьезно? Ну не две, но полторы. Очень долго. И так каждое движение по меню. Здесь, конечно, все работает беспрецедентно быстро. Наконец-то. Не знаю, нужно ли этим гордиться, что камера наконец-то стала быстрой. Включается быстро. Очень быстро включается. По меню ходит очень быстро. Это нормально. И, наконец, это стало нормально. Отвертка. Тем, кому интересно, с отверткой все в порядке. Она есть, она работает. Старые объективы работают. Можно вешать дешевую оптику с удовольствием. Изменили меню. На мой взгляд, оно стало чуть лучше, потому что они разнесли на две вкладки настройки, по-моему, фото-видео. Но чего-то они разнесли. Но, скажем так, кардинально оно не стало более читаемым. Они попытались его улучшить. Но все-таки есть еще над чем работать по меню. Могу сказать, на что я с удивлением натолкнулся. Вот год А7С2 у меня была в руках. И взяв А99-2, я испытал дискомфорт в следующем. Так как А99-2 зеркальная камера, не важно, что зеркало не двигается, важно, что свет идет через зеркало. В момент съемки, какую бы диафрагму вы не выставили, визирование у вас происходит при диафрагме, наверное, 3,5. То есть, если у вас стоит 16, например, то вы пространство в кадре видите все равно, как 3,5. И вам для того, чтобы увидеть реальное пространство, какое будет у вас на фотографии, вам нужно зажать репетир диафрагмы. То есть, закрыть диафрагму принудительно. Я же, снимая год на беззеркалку, привык к тому, что как я вижу, так оно и будет. Вот стоит 16, я вижу в кадре пространство с глубиной 16. Стоит 1,5, я вижу 1,5. А здесь я снимаю, все красивое, все прекрасное. Смотрю на фотографии, не могу понять, в чем дело. А у меня диафрагма там открыта или закрыта не такая, как я вижу в видоискателе. Просто я так разбаловался, что я на это натолкнулся, вот хотел это озвучить. Значит, в сильные стороны я не могу твердо сказать там, А99 лучше, чем А7. Потому что у нее есть свои очень сильные стороны. В то же время и у линейки А7 есть свои чрезвычайно сильные стороны. Лично я во главу угла вынес две характеристики. Это скорость, с этой камерой можно работать репортажно. Это эргономика, потому что ее удобнее держать и управлять. Кнопочки банально удобнее. И дешевая оптика, которую можно поставить. То есть ставя оптику дешевую на линейку А7, вам приходится либо через какие-то переходники это делать и мучиться с автофокусировкой или ее отсутствием, если оптика совсем дешевая. Либо через оригинальный соньковский переходник ставить минольтовскую оптику. А здесь вы ставите дешевую минольтовскую оптику и снимаете очень красивые фотографии. Я снимал на этой оптике много, она прекрасная. Поэтому с точки зрения жадных людей, которым нравится такая эргономика и дешевая оптика, это может быть. С точки зрения репортажников, которые хотят быстро снимать, вот снимать свадьбу такой штукой, это офигительно. Ты столько материала со свадьбы принесешь. Ты ни одну фотографию из резкости не упустишь. А еще поджал кнопочку видео, еще и видео забабахал. Сразу и по ходу. Вот для свадьбы я бы взял ее, а не А7Р2. А7Р2, на мой взгляд, более для такой студийно-размеренной работы. Долго выставлял, долго смотрел, чесал затылок, снял. А этот снимать на бегу. Для свадьбы самое то. На этом, наверное, все. Вы знаете, компания Sony обещала мне прислать на тест А99-2, но совершенно не факт, что это произойдет, так как за последний год ко мне на тест от компании Sony ни одна камера не приехала. Сейчас, чтобы не соврать ничего. Не изменяет ли мне память. Да, последнее, что у меня было на руках, это была А6300. И ни одна новая камера. Я, например, хотел посмотреть RX 1, вот этот, который, ну, не важно. Короче, не едут камеры. Так что, если камера придет, я с удовольствием сделаю более углубленный тест по всем параметрам. Ну, а сейчас я надеюсь, что и этот тест хотя бы отчасти удовлетворит ваше любопытство. Субтитры сделал DimaTorzok